После дождя, длившегося всю минувшую ночь, Павшинская пойма образно ушла под воду. Особенно сильно осадки сказались на дорогах и тротуарах Красногорского бульвара. Машины буквально проплывают по проезжей части. Как в такой ситуации приходится пешеходам, догадаться тоже нетрудно. Воду муниципальный подрядчик откачивает здесь с 6 утра. Прогресс есть, но работы еще много. Начинали с Красногорского 50. Помпы не справлялись. Сейчас подвезли ту большую помпу, более мощную. Поставили, будем откачивать еще. Перешли на Красногорске 19, ликвидируем подтопление. С утра уже с 6 часов откачали порядка 80 кубов воды. Аналогичная картина в поселке Нахабино. На улице Панфилова с последствиями стихий сражаются уже региональные специалисты из областной аварийно-восстановительной службы. Чтобы откачать воду с дороги, пригнали дизельную насосную станцию. Ее мощность 450 кубометров в час. Но даже с такой техникой предсказать, когда уйдет вода, трудно. Задачу не облегчает и снова пошедший дождь. Предыдущий был случай здесь, который мы качали. Двое суток мы качали. Но сейчас, как же, тогда была проезжая часть не полностью заполнена, а сейчас она вся утонула. Как бы, я думаю, что сантиметров, наверное, 15 она поднялась. Тогда было меньше. Но будем стараться, чтобы избавить проезжую часть побыстрее от воды. Бригада аварийно-восстановительной службы и в микрорайоне Апалиха на одноименной улице. Здесь под властью стихии снова оказались проезжая часть, подходы к жилым домам и к станции МЦД. И все же ситуация куда благоприятнее, чем во время прошлого подтопления, констатируют специалисты. Участок подтоплен незначительно, но все равно есть подтопление. Сейчас мы устанавливаем станцию ДНС-ку производительностью 400 кубов в час. Размотаем сейчас рукава протяженностью 1200 метров и начнем откачку данного участка от воды. Для ликвидации последствий обильных осадков мобилизованы все службы. Бригады дорожников, водоканала, теплосетей и КГС. В зонах подтопления работают сотрудники МЧС и Мособлпошспаса. Всего более 380 человек, 73 единицы техники. Под надзором реки и гидротехнические сооружения. Без внимания не остались и СНТ. Сейчас у нас в зоне особого внимания продолжают оставаться СНТ, по которому мы работали в прошлый раз. СНТ речное, СНТ березка, СНТ лесные поляны, СНТ текстильчик, потому что там сходня поднималась. Но мы смотрим сейчас, вода пока в пределах допустимого поднимается от 30 сантиметров до 50, в каких-то местах до метра. О подтоплениях жителям Красногорска рекомендуют сразу же сообщать в экстренные службы. По телефонам 8-495-562-72-30, 563-79-32, 568-18-18 и короткому номеру 112. Обращения принимаются и в телеграм-чатах. Красногорск транспорт и дороги будет чисто 2020.